Всем привет, с вами Priya, и сегодня мы поговорим о бентосных вещах. Это нововведение, конечно, весьма такое перекочевавшее из прошлых обновлений и дополнений, но, в принципе, в текущий момент очень хорошо себя показывают эти вещицы, и есть даже информация о том, что якобы некоторые 425-е вещицы при определенных проках, при определенных статах будут лучше, чем 445-е. Так ли это? Не знаю, время покажет в текущий момент темлевел максимальный 425-й, ну а максимальный 455-й будет только с 10-го числа. Так что мысль весьма хорошая, а проверить ее, может быть, даже можно. Поговорим конкретно о том, как достичь высокого темлевела вещей, какие проки полезны, какие проки есть, какие помогут в повышении темлевела ДПСа, а какие помогут просто в поиске каких-то интересных вещичек на Назжатаре. Начнем же. Собственно, с целью того, чтобы начать пользоваться бентосными вещами, нам нужно сделать цепочку в Назжатаре с целью того, чтобы открыть мопца, конкретно подчинителя бездны Стурзаха. У него мы выкладываем все вот эти наши бентосные вещи для улучшения. Первое улучшение вещицы бентосной с 385-го до 400-го будет стоить 20 жемчужин. Потом обычные вещицы будут апаться по 5 темлевелов. 10 жемчужин, 15, 25, 50 и 100. То есть суммарно, чтобы апнуть нам вещицу с 385-го до 425-го, нам нужно потратить целых 220 жемчужин. В принципе, я недельку варом уже отыграл, поделал дейлики, поделал локалочки, поубивал рарников немножко. То есть море-море всякой активности делал, хотя на самом деле относительно немного. То есть я не всех рарников убивал, я там, может быть, где-то жемчужин каких-то все-таки пропустил. Но в итоге могу сделать так, чтобы одна шмотка у меня была максимального на текущий момент итемлевела. Это неплохо, вполне. Но тратить нужно эти жемчужины на реально хорошую вещицу, которая прокнет с сокетом, которая прокнет с нужными третичными статами. Ну а также не стоит забывать о эффекте особым, который есть на абсолютно всех бендосных вещах. Ну, например, на этих запястьях относительно бесполезный апгрейд. Апгрейд, то есть для повышения там ДПС, оттанкования, отхила. Вы с большей вероятностью найдете предметы, связанные с экосистемой Назжатара. Да мне к черту эта экосистема не сдалась, когда я буду Асшар убить. Ну, я навряд ли ее буду бить, не знаю насчет рейдинга, конечно, но все же. Вот это баф интересный. И пока вы находитесь на Назжатаре или Вечном Дворце, ваши заклинания способностей могут призвать игла брюха, который спустя 3 секунды взрывается, нанося дэмэдж целям в радиусе 8 метров. То есть если какой-то АОЕ файт, то почему бы не надеть конкретно эти запястья? Тут что? Увеличивает ваш размер на 5%. Очень нужно, спасибо. Но конкретно спина, которая у меня в текущий момент помещена в этого эфериала, она нужна лишь только с той позиции, чтобы дополнительно закупаться у Мурлока в лагере. Собственно, второй итем появляется эпический для покупки. И иногда это может быть маунт. Вот как-то так. Иногда там это всякие реагенты полезные, иногда это опыт для соратников. В общем, заролить такой плащ будет вполне весьма приятно. Но для того, чтобы заролить хорошего итем левела... Ладно, они всегда падают 385-е при открытии. Чтобы заролить хорошие вещи с хорошими статами, нам нужно их либо покупать, либо дропать. Если мы их дропаем на маине, то в принципе все хорошо. Мы их открываем, и если они дерьмо, то мы их просто-напросто утилизируем. Но если они не очень, нам ничего не прокает, мы не тратим жемчужины на маине. И ни в коем случае, если мы в дальнейшем, конечно, хотим все-таки получить себе 425-ю вещицу. Чтобы у нас там жемчужины остались, да, к моменту выхода рейда. Мы берем, заходим на твинка, делаем на нем какую-то активность. Закупаем столько, сколько можем определенных каких-либо бентесных вещей. И суть-то вся основная в том, что все эти бентесные вещи, они привязаны к учетной записи Близзард. Тем самым, купив на твинке какие-нибудь там перчаточки, мы пересылаем их на мейна, вскрываем на мейне. Если дропнули какие-то хорошие перчатки, то потом в дальнейшем просто-напросто апаем их за 220 жемчужин и наслаждаемся. Ну ладно, окей. Допустим, с перчатками, плащами, наручами, ремнями, поножами и ступнями мы разобрались. Но у нас же есть еще и азеридовые уникальные слоты. Это нагрудник, это наплечник, это шлем. В них есть некоторые уникальные трейты. Они могут прохнуть, насколько я правильно понимаю. И, быть может, для какого-то класса они все-таки полезны. Для какого-то не очень. То есть это нужно смотреть по рейтингу трейтов. Может быть, какие-то там специальные моды скачать с целью того, чтобы отслеживать ДПС каких-либо трейтов. Ну, думаю, если вы в этом заинтересованы, конкретно в повышении итем-левела вещиц этих бентосных, то уж сами найдете насчет этого инфу. Так вот, улучшения там на самом деле относительно дешевые. То есть с 385-го до 400-го итем-левела, чтобы вещицу повысить, мы тратим 20 жемчужин. Чтобы с 400-го до 415-го мы тратим 50 жемчужин. Это мало. То есть 415-я азеридка по факту за 70 жемчужин и одну бентосную вещь реально дешево. Может быть, конечно, в дальнейшем прикрутят и апгрейд до 430-го у этой бентосной азеридовой вещицы. Но это уже будет как-то слишком сильно и немножко это все-таки будет ломать механику игровую. Так что как-то вот так вот. Надеюсь, мы соль мою поняли. Делайте максимальную активность как на мейне, так и на твинках. С твинков покупаете вещицы, конкретно те, которые слоты хотите на мейна сделать высокоэкипированными. Ну а конкретно на мейне запаситесь 220 жемчужинами с целью того, чтобы какую-то одну вещицу апнуть. То есть с 385-го до 425-го это 220 жемчужин. Большое количество, но в принципе вполне реальное. Делайте максимальную активность и у вас будет их достаточно много. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Хороших вам проков. До скорого.